в эфире привет сегодня у нас 22 февраля завтра 23 февраля и как раз актуальная наша тема будет про собак которые у нас воевали великую отечественную войну тот раз мы закончили на карасупе на его высказываниях о тех собаках которые служили непосредственно на границе вот что это были попросту метисы а проще говоря обыкновенные дворняги значит учитывая то что товарищ карасупа был прав руководство страны понимающие всю плачевную ситуацию с поголовьем собак в стране значит 30-х годах уже в середине 30-х годов значит направляет экспедиции которые выезжают на север едут на кавказ едут среднюю азию там значит выбираются крупные производители которых будут планируется в дальнейшем использовать как племенных собак значит начинает значит работать такая система как особи ахим где в принципе уже подключены гражданские лица которые выращивают тоже уже служебных собак и фактически начинаем их собак говорящих уже тоже передают в армию значит конечно все рабочие собаки племенные собаки это были как правило немецкие овчарки с началом войны началом войны сорок первом году такое понятие как немецкая овчарка исчезла сами понимаете немецкая овчарка когда страна воюет с немцами и вот тогда как раз вот тогда и появилась название восточноевропейская овчарка значит что представляли перед войной чтобы в принципе поголовья все поголовья собак которые были задействованы в системе страны это НКВД это погранвойска неведомственная охрана уголовный розыск вот в процентном соотношении это было примерно так то есть НКВД этого у нас охрана и непосредственно лагерей это 75 процентов всего поголовья составляла погранвойска погранвойска было десять процентов с этого поголовья всего но неведомственная охрана этого вы понимаете что это такое это не охрана квартир неведомственная охрана этого фактически была на охрану составов поездов там то есть вот таких вещей их там было у нас восемь процентов в стране пять процентов собак был уголовный розыск это было милиция и один там процент это уже было там контрразведки такие тонкости какие-то я даже честно говоря с трудом представляю что они там контрразведки и делают так значит у нас что получается началась у нас война 41 год уже значит к этому времени к этому времени были подготовлены собаки по таким специальностям как собаки истребители танков например эти значит собаки истребители танков были приняты на вооружение в 1935 году как были приняты то есть с ними стала стала вестись непосредственная подготовка эти стали дрессировать именно на эту специфику принцип подготовки собака по этой специальности было примитивный я бы сказал очень простой то есть собаку не кормили несколько дней не приучали ее чтобы наедала значит находится под танк то есть там там гремел пыхтел там производила какие-то звуки и когда собаку выпускали то есть она вымчалась под этот танк под этот танк там находила еду ее съедала и благополучно возвращалась обратно ну то есть обратно по большим по идее то она уже возвращаться не должна была потому что она должна была взрываться вместе с танком или с техникой то что там знаете вот написано написано что там собаку обучали подбираться танку там забегать сзади но это все понимаете мало мало реально учитывая что поголовье собака которых использовали как взрывников это были дворняги все-таки и обучение шло достаточно быстро поэтому она и была примитивна но первое испытание хотели провести этих собак в тридцать девятом году на халкинголе но после того когда жукову сказали что эта собака может взорвать и свой родной так но он отказался от этих испытаний так что в тридцать девятом году не прошло не прошло это испытание значит в начале войны начале войны значит было уже создано 33 подразделения подразделения собак под ровняком очень общей численностью 8 с половиной тысяч голов значит первый танк собаки взорвали 27 июля 41 года под дрогачевом собак использовали не под москвой и ленинградом брянском непосредственно в боях под москвой собаки уничтожили ну более сотни танков более сотни по статистике не знаю по каким данным то понимаете потому что то что пишет в интернете очень много просто выдумок буквально с взяты какие-то цифры которые вообще не сходятся но пишется написано что значит уничтожено было за годы войны собаками около трехсот танков противника значит такой успех собачий обходился конечно дорого потому что потери значит на один подорванный танк приходилось примерно 13 собак то есть разговор идет о чем разговор идет о том что собака подвигая пока она бежала к танку то есть их же тоже убивали убивали из пулеметов убивала пехота там же все-таки танковые сражения значит там были мне и взрывы и канонады и собаки по большому счету могли просто испугаться и тоже повернуть домой чем сегодня никому не секрет что служебные собаки боятся выстрелов а уж что говорить о тех дремучих собаках как которые там собирались и и были использованы я думаю что там большая масса просто патологически боялась этих громых они и и взрывов приучить к этому невозможно потому что это нервная система не крепко это все то есть там не как-то собаку не приучишь кому чтобы она не боялась выстрелов ну и в общем то конечно концу сорок второго года от собак подробников отказались потому что потому что действительно собаки когда если она испугалась она летит себе домой забирается под под любую технику отечественным который она видит вы взрывает ее брать и внимание такой практике такой практике нигде и никто нет не применял кроме как ссср принципе изначально было понятно что это дикость что собака это не робот который выдвигается там и это это животное причем животное самое простейшее ничего там такого не это не служебные даже собаки у которых генетически передается дрессировки допустим как у немецких овчары вот поэтому 8500 которую там они собрали подрывников и так называемых но себя не оправдали значит что там значит они еще придумали они хотели сделать через собак диверсантов то есть собаки подрывники у них значит должны были же студии делать они должны быть мало того что они должны подрывать они хотели так сделать чтобы они подрыв подрывали железнодорожные мосты железнодорожные полотна разных сооружений эту технику значит вот собаки должны значит по их планам значит должны были поджигать строение склады и хранилище гсм какие-то штабы в общем-то и собаки еще должны значит были отравлять непосредственно водоемы ну одним словом фантазия была бурная достаточно которая тоже принципе себя никак не дня мне не показала и не оправдала за годы войны плюс значит что что в подразделениях немецкой армии что подразделениях советская армия была дана команда при виде значит собаки при виде собаки любой собаки которые находятся непосредственно в районе боевые действия ее надо уничтожить так что тут статистики и статистики собак вот диверсантов собак там подрывников там вот то что там они хотели отсутствует то есть это говорит о том что это были все планы и мечты единственная была а был случай единственный был случай эффективности применения собаки подрывника это в середине сорок третьего года была такая овчарка дина вот из 14 инженерно-сайперной бригады с кинологом дина и волкот будущая жена мазовера она действительно подорвала то есть она скинула себя заряд перед поездом приближающимся и мне фактически поезд сошел с рельс это был такой случай действительно все остальное по нему что-то написано в интернете ну байки там в основном конечно и там собаки были такие диверсанты ходили на эту разведку непосредственно снарядами значит снимали часовых нападая на них сзади и хватая потом их за смертельной хваткой там за затылочную часть и потом приходит приходили значит к разведдозору и докладывали им виляя хвостом что часового уничтожен понимаете это все это все пишется вот в интернете для конечно для слабых мух или для горе-патриотов ну что ж еще сказать конечно собаки в основном в основном использовались во время войны в качестве конечно санитаров которые помогали вывозить раненых с поля боя это действительно так было это были собаки связисты это которые прокладывали протягивали кобеля на передовую действительно так они такие были их очень много было это были собаки-саперы которые находили взрывчатку разминировали какие-то дороги там сооружения здания вот такие собаки а вот такие собаки значит как вот у меня планирует значит меня перед перед войной планировались такие специальности больше половины просто и не использовалась а именно какие значит это вот собаки были химразведки был бы такие специальности авиасигнальные собаки диверсионные собаки противотанковые собаки ну и собаки конечно специальности которые использовались это караульная это связь то есть о чем говорил это разыскные собаки наши так называемые саперы но стражевые понятно куда же без стражевых то в сталинские времена тем был так 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 ну и издово нартовые именно разыскные ну это да это действительно собаки которые прошагали по войне через всю войну их было и ну по одним данным 62 тысячи по другим данным 68 тысяч на кто-то пишет более 70 тысяч ну одним словом я придерживаюсь больше таким архивным данным где действительно указано 62 тысячи собак на принципе эти 62 тысячи собак которые практически погибли в годы великой отечественной войны практически к окончанию 45-му году поголовье рабочих собак было все уничтожено все погибли ну сослуги конечно собак были отмечены правительством ссср и на параде победа в москве там же принимали участие и собаки сапера со своими вожатыми есть и кадры есть фотографии ну правда есть и одна одна байка там которые муссируются сейчас в десапе и среди патриотов горе патриотов это значит правда а а знаменитым все минерии жульбарси якобы значит был награжден то ли медаль за отвагу то ли боевые заслуги и боевые заслуги был ранен и не смог самостоятельно принимать участие в параде значит поэтому сталин распределился принести его позади колонны саперов на руках причем на собственном то ли кителе то ли шинели то ли на носилках в общем миф успешно перекочевал с газет в интернет и до сих пор живет в виде сенсации в интернете много чего пишут знаете ссылаться например на все что пишут я тоже не могу где у меня есть сомнения по этому поводу значит война закончилась война закончилась слава богу мы говорим сейчас с вами собаках так как иначе были потери практически полностью были потеряны служебные собаки СССР как страна значит победитель забрала в виде трофеев все что там двигалось то есть я имею ввиду собак и такие и тогда значит стал вопрос стал вопрос о использовании этих собак уже по назначению непосредственно в СССР были вывезены огромное огромное количество значит немецких овчарок у меня пропал алё 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 эти которые были вывезены значит из Германии их значит разместили непосредственно на территории до военного питомника центральной школы красной звезды красный этот питомник уже входил в школу вторую центральную военно-техническую школу неарийская орденг разной звезды дрессировщиков такие значит были полученные породы как ротвейлер риченснаусер большое количество свежих немецких овчарок также были привезены уникальные экземпляры ньюфлаунлендов и совершенную экзотику привезли симбернаров которых до войны не было в СССР значит поступила команда непосредственно тогда как пишется от Берии от Берии что страна нуждается в новых собаках крупных сильных выносливых не боящихся холодов они должны значит собаки должны быть выносливыми неприкатливыми и прекрасными охранниками это было вызвано тем что конечно для охраны гулага конечно не хватало охранных собак они как и до войны их было 80 процентов так и после войны тоже столько же надо было вот поэтому вот поэтому вот поэтому поручили это непосредственно значит разведение таких собак питомнику военному питомнику значит красная звезда кто руководил руководил значит в то время питомником уже генерал-майор Медведев и профессор-биолог Ильин вот они стали заниматься разведением новых пород об этих породах мы поговорим попозже в следующий раз ну вот на этом я пожалуй сегодня и закончу